В маленьком поселке Четук сразу не догадаться, что именно здесь располагается большая экспериментальная база. И здесь создают генетическую коллекцию рыб. Стерлят, севрюга, белуга и русский осетр. Все они на грани полного исчезновения и занесены в Международную Красную Книгу. В этих прудах ученые пытаются возродить исчезающий вид. В данном случае потеря генофонда никакими усилиями, никакими большими средствами, фантастическими средствами потом нельзя будет вернуть то, что мы сейчас можем потерять. Самая главная задача долгосрочная, направленная на будущее. Важно сохранить естественное разнообразие, которое еще осталось. И осталось только у нас. Даже в природе его уже не осталось. Бороться за рыбью жизнь пытается и в Приморско-Ахтарске, одном из самых рыболовоческих районов Кубани. Ситуацию руководитель региона вместе с главным прокурором и начальником краевого МВД оценивает сначала с воздуха. В этом нерестном хозяйстве выращивает мальков судака и тарани, чтобы потом выпустить их в естественную среду обитания. С высоты десятки километров водных каналов выглядят ровно и красиво. Но вот вблизи, оказывается, все не так гладко. В вашем понимании, чистка канала – переочередная мера. Мы о чем-то говорили на завтра. Да, потому что даже я не первый год уже здесь. В период, когда были прочищены, ну это лет 20 назад, я уже не помню точно сколько, когда были взрывснаряды, когда было прочищено, сюда рыба заходила шикарно. Из-за того, что лиманы зарастают, воды в них становится меньше, а рыбы все сложнее идти на нерест. Но проблема глубже, чем кажется, рассказывают специалисты. Браконьеры вылавливают выпущенную маленькую рыбешку, которая через несколько лет могла бы дать потомство. Дошло до того, что судака и тарани в Приморско-Ахтарском районе не хватает для производства. Из-за этого останавливаются целые заводы, которые почти столетия снабжали рыбой всю страну. Почему экономика не сработала в заводе? Это строилось под плановую экономику. И сейчас просто загрузить эту машину не представляется возможным. Не представляется возможным почему? Из-за отсутствия рыбы? Из-за отсутствия сырья. Рыбы. Речи о сохранении рыбного промысла в регионе сегодня не идет. Его нужно заново возрождать, подводит итог увиденному Кондратьев. Сразу после объезда в Приморско-Ахтарске глава Кубани собирает Краевой совет безопасности, на котором не только министры и специалисты профильных ведомств, но и весь силовой блок края, а также рыбнадзор. Охрана и развитием биоресурсов занимаются почти с десяток разных служб, а спросить неского. Отыскать ответственных за чистку рек Вениамину Кондратьеву удается не сразу, но и после возникает немало вопросов о сроках. Сроки можете назвать или ваши возможности, чтобы земснаряды этой осенью зашли к нам и начали выполнять функцию чистки канала? На 16-й год, когда мы будем проводить работу по защите бюджетных ассигнований, будет учтено увеличение возможности увеличения? То есть рыбы нет, так и будет, по крайней мере, до следующего, 16-го года. Но на 15-й год уже бюджет сформирован. Мы ждать не можем до 16-го года. Места рыбы там нет, просто нет, потому что везде сплошной ил. И чего мы ждем? Чтобы вообще в целом уже ил, можно рукой было его черпать, что ли? Поэтому неделю сроку я прошу вас четко разобраться со своим руководством и дать четкий, прямой и прозрачный ответ, будь ли этой осенью наши каналы чистятся. Все ответственные службы между собой просто не взаимодействуют, называют причину сложившейся критичной ситуации Кондратьев. Созданный 10 лет назад, оперативный штаб сегодня работает неэффективно. Такая разобщенность дает и поле для незаконного промысла браконьеров. О том, как маленькую тарань продают под видом платвы, рассказывает потомственный рыбак. Говорит, молчать местные жители больше просто не могут. Вот и пришел на совбес, как только узнал о приезде краевых властей. Рыбаки настаивают на том, что нет у нас такого объекта промысла, как платва. Платва – это искусственно переименовали тарань для того, чтобы ее бесконтрольно ловить, потому что она не является объектом регулирования правил рыболовства. Понимаете? Ее назвали платвой и шуруют ее вот такую. Она называлась вначале Азово-Черноморская тарань, а когда за хвост схватили и начали вести следствие, тут же переименовали, назвали ее Азово-Черноморская плотва. У нас есть такой оперативный штаб. Работелем данного штаба у нас является министр природных ресурсов в крае Сергей Николаевич Еремин. Я предлагаю на общественных началах вам стать заместителем руководителя штаба. Вы согласитесь? Согласен. И вот когда мы будем такой прямой иметь контакт с землей, иначе не скажешь, я думаю, дела у нас пойдут. Но о проблемах нужно не только открыто говорить. Для их решения нужны четкие действия, какие предлагает сам исполняющий обязанности губернатором. Здесь лет назад проводили совещание, и год назад проводили совещание, лет два, говорят, ну ничего не происходит. Поэтому и люди говорят, что ничего не верят. Что мы приезжаем, проводим, что-то показываем, вокруг них жизнь не меняется. Они еще больше-то возлятся. А мы еще больше расписываемся в собственном бессиле. Здесь надо задействовать не только административный ресурс или правовой, но и экономический ресурс. Мы не сможем заставить переработчиков рыбы прийти сюда ее перерабатывать, потому что рыбы просто нет. По оценкам местных рыбаков, если на год запретить, по большому счету, лов рыбы, то рыба отчасти на 50%, они говорят, может восстановиться сама. Поэтому я предлагаю на решение вопрос, того, чтобы инициировать перед правительством все-таки запрет рыболовства в Азовском побережье, в Лимонах, хотя бы на один год. Как итог Совбеза, поручение Кондратьева о создании общей стратегии до 2025 года. К ее разработке подключат не только Министерство природных ресурсов, но и ученых. Основное внимание нерестовым площадям и выращиванию молоди, чтобы визитная карточка Азова, а сетр был не только на флаге Приморско-Ахтарска. Мария Крошина, Александр Иванченко, Ирина Касабова, Денис Перец и Денис Маскаленко. Кубань-24.